Надежда Ильмушкина рассказывает, квартиру выбирала целый год. В итоге остановилась на двушке площадью 58 квадратных метров с окнами на две стороны и раздельным санузлом. Говорит, Новый год будет встречать в новом доме. Приобрела квартиру в новостройке, долго думала о вторичку или новостройку и была удивлена, что очень удобно сейчас проходят сделки в новостройках. Не надо самой ходить в МФЦ, то есть все пришло одним днем, тебе подписали договор и зарегистрировали. При заключении бумажного договора покупатель квартиры должен идти в МФЦ, отстаивать очереди на подачу документов, а спустя некоторое время снова сидеть в очередях, уже для получения бумаг на право собственности. Теперь для удобства жителей Министерство строительства Самарской области, Управление Росреестра и застройщики организовали новую форму работы. Покупатель заключает электронный договор долевого участия в офисе застройщика, либо в случае ипотеки в офисе кредитной организации, оплачивает пошлину и отправляется домой. А на следующий день получает по электронной почте выписку о зарегистрированной сделке. Причем при личном обращении в МФЦ пошлины стоят 2000 рублей, а при подаче электронных документов и оплате пошлины на сайте Росреестра покупателю предоставляют скидку в размере 30%. В итоге он платит 1400 рублей. Застройщик, сидя у себя в офисе, подает через портал Росреестра, оплачивает госпошлину 1400, акт приема-передачи и по результату выписку о зарегистрированном праве собственности он передает через электронную почту на почту участнику долевого строительства. Каждые такие документы в электронном виде мы очень тщательно просматриваем. Наши застройщики знают все требования, которые нас интересуют в подаче такого рода документов. Поэтому данная категория дел у нас проходит без приостановлений. Подача документов в Росреестра в электронном виде становится все популярнее. В Приволжском федеральном округе по количеству таких заявлений Самарская область находится на втором месте, а по России входит в топ-10. Но до заключения сделки с застройщиком сотрудники Росреестра рекомендует убедиться в его надежности. Проверить это можно на открытой платформе ЕИС-ЖС. Это единая информационная система жилищного строительства. Там можно посмотреть историю застройщика, уточнить и были ли у него проблемные объекты, а также увидеть всю проектную документацию и то, как будет выглядеть будущий дом. Виктория Шарая, Константин Головин. События.